Дети Азии Дети Азии Это художественная гимнастика, это легкая атлетика, это классическая борьба. Хороший результат, это говорит о преимущественности поколений. Действительно, сегодня наши юные чемпионы, они тренируются уже с действующими, такими взрослыми чемпионами, состоявшимися спортсменами. Поэтому происходит постоянно рост уровня, равнение на лучших, и мы получаем такой хороший результат среди наших молодых спортсменов. Далее в ходе дружеского чаепития спортсмены рассказали о самых ярких моментах соревнований. Легкоатлет Егор Бачков выиграл главную награду игр в беге на 110 метров с барьерами и завоевал две медали в эстафетах. Золото в забеге 4 по 100 и бронзу в соревновании 4 по 400 метров. Это очень масштабное соревнование, очень было неожиданно увидеть столько регионов, столько разных людей. Я выиграл 110 метров с барьерами, это было очень трудно, потому что я поначалу был в отставающих позициях, я был четвертым. Но на финал я настроился и показал свое лучшее время и выиграл. Борец Александр Михель выиграл золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 92 килограммов. В партере получилось, ну вот в финале, два задних, один на 4 балла, на второй 5 балла. Стойки, я отключал руки, мы отрабатывали руки снизу, ну там захват. И больше в активность работать, чтобы если не получается делать прием, его поставили вниз, ну чтобы в партере. Пять медалей завоевали представительницы Омской художественной гимнастики. Майя Колобовникова выиграла бронзовую награду в многоборье и серебро в упражнении с мячом. В групповых соревнованиях наши спортсменки стали вторыми в многоборье и завоевали серебро в упражнениях со скакалками и бронзу в композиции с мячами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова